Несколько совсем простых задач. Вот представьте себе, что есть равноведленный треугольник, один из углов которого в два раза больше другого. То есть картинка такая. Вопрос, чему равен угол альфа и чему равен угол бета? Биссектриса угла при основании равноведренного треугольника образует с противоположной стороной угол 75 градусов. Единственная проблема, мы не знаем какой из этих углов 75, поэтому придется разбирать два случая. В одном случае вы проводите биссектрису и вот здесь 75 градусов. В другом случае вы проводите биссектрису и здесь 75 градусов. Соответственно, 180 минус 75 это 105, и здесь тоже 105 градусов. Задача. Определите углы этого равноведренного треугольника. Следующая задача тоже в высшей степени простая. Берем выпуклый шестиугольник, у которого есть прямой угол, а все остальные манулы равны между собой. Задача. Чему равна величина альфа? Следующая задача совсем простая. Взяли выпуклый угольник и посмотрели на эти углы. Найдите сумму величин вот этих вот углов. Ну и давайте еще одна. Представьте себе, что у нас есть произвольный треугольник. Вот эти все были равноведренные. У нас есть произвольный треугольник с углом альфа, в котором проведена биссектриса и другая биссектриса. Найдите величину угла между этими биссектрисами. Угольники. Какой вопрос? Сумма. Это не обязательно пятиугольник. Это многоугольник. Сумма внешних углов. Там вопрос, какие углы этого равноведренного треугольника. Как видите, это просто задачи про углы. В самой верхней левой есть шестиугольник, у которого все углы одинаковые, кроме одного, который прямой. А, надо найти эти углы? Да. Надо найти эти углы. Пиши легко. Пиши легко. Надо знать сумму углов шестиугольника. А это сколько? Светлый знак. Светлый знак. Насколько треугольников, очевидно, можно разрезать шестиугольник? На шесть у нас шесть у нас восемьдесят минус тресят шестьсот. На четыре, конечно, ребята. Согласны? Да. На четыре. Значит, надо четыре умножить на сто восемьдесят. Так, а дальше? Что надо сделать, чтобы найти эту сумму? Минус девяносто. Минус девяносто. Поделить на пять. Поделить на? Пять. Потому что здесь пять углов, да. Делить на пять. Хорошо. Давайте считать. Сто восемьдесят пять можете. Сто восемьдесят выделить на пять. Умеете? Да. Делить тридцать шесть. Тридцать шесть. Значит, останки люди будут. Четыре умножить на тридцать шесть. А девяносто на пять? Шестнадцать. Сто восемьдесят. Ну, осталось мелочек. Четыре на тридцать шесть. Сто сорок четыре. Минус восемнадцать. Сто двадцать шесть градусов. Одну татуировку решили. Ребята, понимаете, почему я все время использую тречетий буквы? Ну, потому что это обозначение... В геометрии для угловства договорились использовать греческий алфавит для углов, маленькие латинские буквы для длин, иногда и для плащей, и большие латинские буквы для точек. Разумеется, это не всегда. И, разумеется, в некоторых странах это не так. Например, у англичанок не так. Да? Я даже не помню, как. Но не так. Но я не интересуюсь. Как это равно считается? Какая это? Фи. Фи. Надо все там без Пи, через Пи, а все равно... Фактически надо найти величину Фи. Я не могу решить самую верхнюю, где бисектрисы две пересекаются. Налеку, как ничего. Надо выразить, повеченный вопросительным знакам, угол через альфа. Я поняла. Для этого надо сначала выразить через бета и гамма. 180 минус бета минус гамма. Молодец. А вот этот угол альфа... А теперь давайте, как связано бета плюс гамма с углом альфа. Ну, альфа это 180 минус 2 бета минус 2 гамма. Ну вот и все. И получается 90 градусов минус бета и минус гамма. Нет, ну там что получается, то получается так. Альфа. Если я угол альфа, эти два бета, альфа, то всего сумма этих углов 5 альфа. Да. Изначально. Да, получается 180 минус 5. Да. А где? Пишем. 36 градусов. Отмечено рядом. Здесь 4 бета. Да. Значит, надо 180 разделить на 4. Да, и ответ? И это будет 25. Ой, иди. 40 минус 45. 45. А теперь, ребят, обратите внимание, вообще-то оба треугольника абсолютно известны. Они очень интересны, важны, в частности, через геометрицы. Что такое треугольник с углами 45-45-90? Это равнобедренный прямоугольный треугольник. Правильно, половина квадратов. Равнобедренный прямоугольный треугольник. Отлично. А что такое треугольник с углами 36-72-72? Это половина... Нет. Грансторонний 60-60-60. А вот этот? 36-72-72. Где-нибудь встречается в жизни? Нет. Встречается. Встречается. Вспомните, пожалуйста. Есть такая фигура. Правильный пяти треугольник. Есть? А, он состоит из вот таких треугольничков. Из пяти таких треугольничков. Да, да, да. Смотрите. Если берешь вершину, то какие углы вот в таком треугольнике? Пятая часть от 360-ти это 72, так? Да. 180-72 это 108. И пополам это 54. 54. И здесь тоже 54. Казалось бы, 36-ти не где-нибудь. 70-ти пополам это а между тем есть. В правильном пятиугольнике найти угол величиной 36 градусов Несколько? Несколько? Треугольник 10-ти то есть от 70-ти Пополам это Да. Треугольник будет 90 градусов. Это же посчитали. 108. 108. Помните? Здесь 54 и рядом 64. Да? Это треугольник равноведренный? Да. Кравноведренный. Значит, здесь сколько? По 36. Здесь 36 и 36, так? Да. Замечательно. С этой стороны то же самое. То же самое. минус 73. Да. Здесь сколько остается? 108 минус 72. 36. И здесь сколько? 72. 72. Поняли? Да. Так что это не просто случайный треугольник, а это треугольник как сказать вот возникающий внутри правильного пятиугольника. Да? Спасибо. Отлично. Две задачи вы делаете. Так. Все все поняли? Да, да. Все все поняли. У вас есть тоже новая задачка? Да, да. Давайте. так как это фи, это одна фи получается это у нас сто восемьдесят градусов минус четыре фи. Да. Да, да, да. получается у нас мы видим вот этот треугольник это восемьдесят минус четыре фи плюс фи плюс семечка пять градусов наносто восемьдесят градусов. Это мы сокращаем и это сокращаем. у нас получается у нас получается то, что фи равно семечка пять градусов как можно видеть? Неверно. Ну, есть три фи. Да. Иначе фи равно семечка фи равно у нас двадцать пять градусов. Отлично. Спасибо. Салития. Подождите. Ну, хорошо. Минус четыре фи плюс фи это минус три фи. Все хорошо. Он написал пишет три фи, да. Ну, так, минус минус три фи это минус три фи это три фи это то же самое просто получается 180 градусов минус 4 кси плюс получается 180 градусов минус 4 ну, ладно уже будет минус 3 кси минус 3 кси нет кси это совсем другая пси пси вот это муфа считает пси а вот эта муфа это пси хорошо пси три пси плюс сто пять градусов равно сто восемьдесят градусов это мы все совмещаем у нас получается три пси равное сто градусов все следует пси равное тридцать градусов все спасибо господа во-первых правда во-вторых так не надо делать там можно все намного проще да давайте у нас очень простая но часто используемая при решении задач теорема называется теорема о внешнем угле треугольника напоминаю что это такое если у нас есть абсолютно любой треугольник с какими-то там углами да то смотрите когда проводишь параллельно стороне то вот здесь возникает угол альфа а здесь возникает угол пэта согласны да замечательно а что это означает что вот этот угол внешне треугольника это сумма вот этих угол он здесь писал сравнение посмотрите 105 градусов это внешний угол поэтому 105 это пси плюс 2 пси поняли и семь так 105 это фи плюс 2 пси то есть 105 это 3 пси как здесь внешний угол вот такого треугольника это 75 значит фи плюс 2 фи это 75 значит фи это 25 понятно Понятно. Хорошо. Хорошо. Решили задачу. Кто пойдет рассказывать угол между биссектрисами? Мы ее так, не в словах, а формул не написали еще раз. Напоминаю, что у нас здесь есть произвольный треугольник, у которого проведены биссектрисы двух углов. Вопрос, под каким углом они пересекаются. То есть надо через угол альфа выразить угол, помеченный на ее вопросе. Если вы знали, какие вы счастливые в смысле школьной формы. Вот посмотрите на нее. Вы понимаете, что она одета в так, как она хочет. Правда? Если в следующий раз ей захочется по-другому, то она придет в чем-нибудь другом, в чем она хочет. Правильно? А вы понимаете, что когда я был школьником, то появление в таком виде, это был бимбиск на всю страну. Понимаете? Как так? У девочки должна быть... У девочки своя форма такая. Я не помню, что там был пиджак такого-то цвета, юбка такого-то цвета. И все. И попробуй надеть что-нибудь другое. Это жуть. У мальчика должен быть пиджак жестко такой. Я очень хорошо помню, что этот пиджак. Простите, про девочки я еще помню, в чем они ходили. Нет, вы мало думали. А вот про свой пиджак я очень хорошо помню. Пиджак, штаны, все. Что, это попробуй надеть что-нибудь другое? Рубашка, жестко, абсолютно. Вы счастливые, что хотя бы с этим к вам не лезут. Да? Ну, получается, что у большого фрагмента на цифру... Два гамма, а другой два бета, да. То есть, вопросительный знак, это что? Это 180 минус бета. Вот, на числе доски пишите. 180 минус бета и минус гамма. Это все поняли? Да. Отлично. Да, да, гамма. Идет рука вниз и сюда. Очень легко. Все понимают, почему греческие буквы так легко писать? Потому что они были какие-то примитивные. Глубочайшая ошибка. Они были примитивные. Ребята, любой алфавит, и, кстати, не только алфавит, а любое человеческое изобретение, по мере времени становится все более обкатанным и обкатанным. Смотрите, вот кто-нибудь из вас видел древние мухи? Да. Они, помните, какие такие вот... Да, да, да. Каждая буква – это чуть ли не картинка. Да? Почти какие-то. Замечательно. Вспомните современные русские иерухи. Они гораздо более гладкие и состоят из гораздо меньшего количества лиц. Да? Я, разумеется, вам не могу рисовать. Да все у вас хорошо. Вы идеально писали эту букву. Ребята, если вы возьмете китайские иерухи, в отличие от алфавита, их много, да? Поэтому на них легко проследить. И берете иерухи совсем древние, поближе к нам и современные, то вы обнаружите, как быстро меняется количество линий в сторону уменьшения. И как это все сглаживается и сглаживается. Ребята, греческий алфавит не примитивный. Вообще-то именно из него возник наш с вами. Правильно? Это древний алфавит. Это один из самых-самых важных алфавитов. Он древний и поэтому совершенный. Все лишние штрихи отброшены. Вот она, греческая буква «зи». Понимаете? Ее легко писать. Вот она, греческая буква «капа». Ее легко писать. Правда? Да. Алфавит за столетия активного использования превратился в удобный. А удобный – это значит простой. С минимальным количеством линий. Вспомните русскую букву «ща». Есть такая буква? Правда, что эта буква сложнее, чем эта? Ничего? А потому что русская алфавит будет намного позже. Понятно, да? Да, что? «Капа» – это теперь как в английском. Нет. Латиноский алфавит и греческий алфавит сейчас существуют отдельные. Поэтому есть отдельные греческие буквы «капа». Да, да, да. Если в большом треугольнике сумма углов – это 180, и при этом это альфа плюс 2 в это плюс 2 гамма. А сейчас надо, что вы должны делать. Вы должны из этого уравнения Бета плюс гамма через альфа и подставить сюда, и у вас получится ответ. Бета плюс гамма равно 180 градусов минус альфа пополам. Бета плюс гамма равно 180 градусов минус альфа. Не надо с чего-то сказать. У вас уже есть уравнение. Да. Альфа. 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 Все это в скобках и разделить на 2. Альфа. Да. Да. Молодец. Да, да, молодец. Минус дробь в числителе альфа в знаменательной границы. Отлично. И вот теперь то, что вы сейчас насчитали, надо подставить вверх. Что-то получается. Нет, вверху прям нужно подставить. Равно. 180 минус вот это вражение. Сколько? Нет, не плюс, а минус. Так. И вот теперь равно, и вот теперь упрощайте. А как? А вы же это все еще? Зачем? Равно и переход вниз. Они же умные. Они же поймут. Получается. Молодец. Давай. Спасибо. Все правильно. Все поняли? Да. Да. Смотрите, еще очень добавленная вещь. Получается, что вот этот угол всегда больше прямого. Понятно? Интересный вопрос. А как это можно вообще понять? Почему это он всегда больше прямого? Да? Потому что давайте мы уже не выбрали. Это я понимаю. На картинке. Вот у вас есть картинка. Представим, что вы видите. Да? И есть абсолютно прикольная картинка. И есть вот эти самые бисектрисы. Представили? Ну, как здесь? Вот это бисектрис. Вот это бисектрис. Вот это бисектрис. Да? Давайте попытаемся понять, почему вот этот вот угол обязательно будет больше, чем его. Ребята, на самом деле все легко. Представьте себе, что мы будем потихонечку увеличивать этот угол. Вот здесь он есть. Нарисуем такую же картинку, только этот угол на тысячную долю градуса больше. Что в таком случае произойдет? Почему? А мы здесь отодвинемся на две тысячи. А здесь отодвинемся на тысячную. Понятная идея? Что тогда произойдет с этим углом? Он будет меньше чуть-чуть. Нет, меньше чуть-чуть. Смотрите, когда отодвигаешься. Вот у вас есть угол какой-то. Я отодвигаю. Вот этот угол в сумме с этим дает этот. Поэтому вот это уменьшает. Да? Он уменьшился. Хорошо. А мы этот угол еще чуть-чуть увеличим. Ну и соответственно там отодвинемся, да? Он еще уменьшился. Вопрос. До какого момента можно так делать? Ну, пока там будет пересекаться. Есть такой критический момент, когда уже не пересекается, но только что пересекалась. Это когда вот эти две прямые параллельные. Представили? Замечательно. Давайте эту картинку нарисуем. Когда вот эти две прямые параллельные. Вот эта и эта параллельная. Здесь проводим бисектрису. Да? И здесь проводим бисектрису. И тогда 90 градусов. Давайте поймем почему. Потому что сумма вот этих будет 180. Понимаете? В треугольнике сумма была всегда 180. Но когда альфа стала практически нулем, то здесь стала сумма 180, да? Да. Ну а 180 пополам это 90. И значит здесь будет 90. Поняли? Да. А до этого было больше. Ну почему? Зависит от уровня. Настолько больше. Хорошо. Так, теперь у вас был вопрос по поводу внешних углов. Что вы хотели спросить? А вот этот вот пятиугольник, он... Он даже не обязательно пятиугольник. Это любой выпуклый. Может быть пять вершин. Может быть больше. Может быть меньше. Я ответ знаю, но не помню как доказывать. А ответ какой? 360 градусов. Очень хорошо. Вы правы. Чего мы ищем? Мы ищем сумму внешних углов. Да. Это замечательное свойство. У любого выпуклого многоугольника, каким углом, хоть это пятиугольник, хоть четырех, хоть две тысячи двадцать, неважно, все равно сумма внешних углов на 360 градусов. По идее, там можно выразить вот эти углы внешние, там, например, 180 минус альфа, 180 минус альфа. Можно внешние углы выразить через углы самого угольника. Да. И что дальше? А потом все сложить. А потом все сложить. Ну и, собственно, посчитайте. Вот этот угол – 180 минус альфа. Вот этот угол – 180 минус бета. это угол 180 градусов, это угол 180 градусов, и последний угол 180 градусов, мы можем писать, что-что? мы можем писать, можно было и писать, хуже не будет, так и пишите, 5π, ребят, средняя стоимость, пи равняется 180 градусам, минус, так и пишите, так называемая радианная мера угла, 180 градусов, для краткости должно значить пи, да, чему равна сумма альфа, бета, гамма, филиппси? сумма углов, вообще чему она равна? из каких треугольников состоит? 180 умножить на n-2, это будет, 180 умножить на 3, пишите, 5π минус 3π, и сколько это будет? 180 умножить на 3, и все спасибо большое. да, единственная проблема, вы это доказали для пятиугольников, а просили для n-угольников, как выглядит соответствующее рассуждение для любого количества, да, можно я? да, писать это же не надо, слова скажите. 100, мы опять обозначим n углов, каждой своей, каждой своей буквой, да. 180 минус альфа, плюс 180, и так n раз. Получается, мы получаем n умножить на π, минус n-2 умножить на π, это получается все равно, все правильно. все отлично. Давайте я сейчас напишу, но вообще тут все правильно стало. Итак, пусть у нас есть нугольник, у которого углы, это альфа-1, альфа-2, и так далее, альфа-1. Смотрите, тогда, что такое внешний углы? Это π минус альфа-1, π минус альфа-2, и так далее, и минус альфа-1. Но π участвует n раз, это значит n. Сумму углов, сумму углов мы знаем, потому что выпуклый n-угольник, это n-2 угольник, если с вершиной, вы все гибли. И значит, нужно взять nπ и минус n-2. А что это такое? Это nπ минус nπ плюс 2π. Нπ плюс 2π. Все понятно? Да. Вот. Единственная проблема этого доказательства не очень убедительна, то есть не очень понятно, почему здесь так вот все хочу получить. будет лучше, если мы с вами сумеем на картинке нарисовать, понять, почему там действительно получается здесь все градусы. Ребята, это очень легко. Смотрите. Надо просто взять пронизбольную точку, совсем другую точку. Хотите внутри нугольника, хотите сбоку, неважно. И когда у вас есть вот этот вот луч, отложить параллельно этому лучу. Понятная идея? Угу. Непонятно? Понятно. Смотрите. Вот есть лучик? Вот здесь он идет. Сейчас увидел. Можем мы нарисовать от этой точки параллельно? Да, конечно. Замечательно. А дальше идет следующий угол. Красный. Мы от этой точки отложим это. Что происходит с углом, когда стороны параллельно? Да ничего не происходит. Угол, помеченный здесь под ютушками, это что? Это вот этот угол. Согласны? Да. А дальше вот этот случай. Мы просто складываем все лучи. Все эти углы, они не просто в сумме дают 360. Если их вершины перенести в одну и ту же точку, неважно куда, то они просто дают полный угол все 360. Поняли идею? Правда? Правда ли? Просто. Иногда. Ну только для N раз мы N лучей не сделаем. Почему? Мы ее берем. Нет, на рисунке конечно я не могу написать произвольное количество. Но с другой стороны идея такая. Все вот эти лучи надо просто параллельно сдвинуть в одну и ту же точку. Так вот, господа, еще иногда то же самое рассказывают так. Берут, у кого есть шпага. У меня шпаги нет. Приезжал он, нет. Смотрю, может быть я нашел ручку. Вот за неимением шпаги ручка. Ручка идет сюда, поворачивается, поворачивается. Идею поняли? Да. И что происходит? Она будет за это объяснить. Она вернулась, провернувшись на все эти ситуации. Все поняли? Угу.